Конец и начало года Конец и начало года Конец и начало года Конец и начало года Все жители села, предпринимателей, фермеров За слаженную работу И за то, что в такой сложный момент Они были со мной рядом Ну а подводя итог Экономического развития нашего поселения Несмотря на то, что год сложный И для всех он был сложный Работа все равно не стояла на месте Так в 2020 году Мы реализовали несколько нацпроектов Первым таким большим и хорошим окончанием этого года было открытие после капитального ремонта Дома культуры Хутора Казино-Кужовский. Это здание стояло полуразрушенное, в нем практически никто не занимался. Там была в небольшой комнате библиотека, отопления не было, стены саманные практически осыпались. Не было окон, крыша протекала. В рамках данной программы, национальной программы «Культура» был произведен капитальный ремонт на общую сумму 10 млн 247 тыс. рублей. Практически было заменено все. Вместо того старого здания на этом же месте появилось новое красивое здание, отвечающее всем современным требованиям сегодняшним. с двумя комнатами, с библиотекой, с большим залом. Зал оснащен всем необходимым креслами, сценой. Самое главное, что в данном здании тепло, мы подвели туда газ. На сегодняшний день, с сентября месяца, данный объект работает. С одной стороны у нас библиотека, с другой стороны так и осталось. Именно сельский дом культуры, сцена. И надеюсь, что хуторяне будут проводить там свои часы досуга. И надеюсь, что именно культурная жизнь хутора в связи с появлением такого замечательного объекта будет намного лучше и выше. Следующим большим проектом реализации национальной программы инициативное бюджетирование. Мы в эту программу вступаем уже второй год. В том году мы отремонтировали Аллею Славы. В этом году тоже приняли решение участвовать в данной программе. И за основу был взят проект по установке уличных силовых тренажеров в центре села на детской площадке. Значит, общая сумма данного проекта 978 600 рублей. Значит, из республиканского бюджета нам было выделено 736 000 рублей. Местный бюджет 109 000 рублей. И так как данная программа непосредственно существует именно при софинансировании жителей села, жители села собрали 136 000 рублей. И в общей сумме у нас получилась та сумма, которая необходима для реализации данного проекта. Были установлены силовые тренажеры. Молодежь, вся молодежь села, подростки, школьники очень рады появлению данного объекта. И мы очень рады. И администрация села, и администрация района благодарят жителей моего села за постоянную помощь в осуществлении этих программ. Я думаю, что спортивная жизнь села у нас будет очень яркой. С приходом весны на территории детской спортивной площадки будет очень много подростков, которые будут заниматься спортом. В рамках образования в 2020 году в Натырбовской средней школе по программе «Цифровая среда» была обновлена рухтехника на общую сумму 1 750 000 рублей. Также в Натырбовской средней школе был сделан капитальный ремонт спортзала в рамках той же программы образования. И закуплено оборудование на общую сумму 1 815 000 рублей. В хуторе Казино-Кужорском в рамках программы «Цифровая среда» была закуплена интерактивная доска и компьютеры. В рамках национальной программы комплексного развития сельских территорий за счет федерального регионального бюджета на общую сумму 11 547 000 рублей была проведена реконструкция подъездной дороги от улицы Ленина до ФАПа по улице Гагарина. Общая протяженность 400 метров. На данной дороге было полностью заменено асфальтное полотно, были установлены светильники, были установлены уличные тротуары. В общем, все в соответствии с нормативами. Данный объект очень полюбился хуторианам. Там вечерами можно видеть прогулки при уличном освещении. Нам поселению и мне как голове очень понравилась данная программа. И мы надеемся, что в следующий год мы сможем также поучаствовать в данной комплексной программе. И готовим проект по селу Натырбово. Надеемся, что также попадем и также будем участвовать. Ну и о планах, которые непосредственно мы строим на Новый год. Значит, на территории Натырбовского сельского поселения, на территории именно двух школ, Натырбовской и Хуторской, планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Проектно-смертная документация и по Натырбовскому ФОКу, и по Хуторскому практически уже готова. Осталось только пройти государственную экспертизу. Значит, самым сложным и непростым вопросом в моем поселении является вопрос о капитальном ремонте здания Дома культуры Натырбово. Проектно-смертная документация готова давно. И вступая в различные программы, у нас не получается отремонтировать этот Дом культуры. Мы надеемся, что 2021 год будет для нас радостным, и мы наконец вступим в программу, и наш Дом культуры будет отремонтирован. Еще раз подводя итог того года, который мы прожили, тех праздников, которые мы прошли, хочу всех жителей своего села, всего района, всей республики поздравить с новым, наступившим 2021 годом. Надеемся, что этот год принесет нам много радости, удачи, а для нас, для работников местного самоуправления, конечно, плодотворной, интересной и творческой работы, хороших, крепких бюджетов и всего самого хорошего.